Здравствуйте! Вы смотрите программу Кресло. Институт филологии и языковой коммуникации отметил свой юбилей. У нас в гостях заведующие кафедры иностранных языков для инженерных направлений, доцент, кандидат к культурологии Вонак Вита Витальевна. Здравствуйте, Вита Витальевна. Добрый день! Я знаю, что Ваша кафедра проводит множество мероприятий для студентов. Расскажите нам о них. Да, Анастасия, Вы правы. Здесь я представляю интересы не только своей кафедры, но также и кафедры иностранных языков для гуманитарных направлений, и кафедры иностранных языков для естественно-научных направлений. Мы проводим достаточное количество мероприятий для студентов по популяризации иностранного языка. Из недавних наших, скажем, проектов, таких пилотных проектов является квест, который мы провели совместно с ССК СФУ. Кроме того, мы проводим олимпиаду для неязыковых специальностей. И ежегодно таким ярким примером наших мероприятий является фестиваль, новогодний фестиваль, который проходит среди студентов всех неязыковых сфер. Он обычно проходит у нас в декабре каждого года. А какие проекты у вас будут реализованы в будущем? Мы проводим проекты не только по популяризации иностранного языка, но также и участвуем в научных составляющих нашего университета и института соответственно. Так, например, мы проводим различные секции на иностранном языке, и они относятся к бакалаврам, магистрам и аспирантам инженерных специальностей. Так вот, пока в нашей копилке несколько секций. Мы планируем расширить эту составляющую. И также хотелось бы сказать, что у нас есть хороший опыт проведения методического такого семинара в рамках международной конференции «Язык, дискурс, интеркультура» для преподавателей иностранного языка, неязыковых специальностей. Ежегодно эта секция пополняется, и у нас мы заслушаем все более-более интересные доклады, которые вызывают многочисленные дискуссии. Вита Виталиевна, Вы уже давно работаете в институте, на кафедре, и вот с того момента, как Вы пришли, многое ли изменилось? Вы знаете, и да, и нет. Хочу сказать, что по отношению сустава кафедры и, может быть, скажем так, направление преподавания не изменилось. Но хочу уточнить, что все наши кафедры образовались и вошли в состав Института филологии и языковой коммуникации с 2011 года. Поэтому поменялось здесь, в этом направлении, все. Начиная от учебников, от учебников, с которыми мы работаем, со студентами, заканчивая теми мероприятиями, которые мы проводим. И наверняка Вы читаете «Университетскую жизнь» и другие газеты, и смотрите сайт нашего института и нашего университета. Достаточно плотно работаем с, скажем так, кафедрами междисциплинарного характера. А были ли у Вас студенты, которые Вам лично запомнились? Вы знаете, я хотелось бы тут отметить специфику наших кафедр. Дело в том, что мы не являемся выпускающими кафедрами. Мы кафедры, которые реализуют иностранный язык в институтах Сибирско-федерального университета. Поэтому в основном это студенты первого-второго курса. С выпускниками, скажем так, теми же бакалаврами и магистрами мы работаем уже, ну, наверное, там, скажем, в течение своих занятий. Но вот так, чтобы работали после того, как они завершили, закончили университет, такого нет. В честь юбилея Института филологии и языковой коммуникации, что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и студентам? Ну, я хотела бы сказать, во-первых, пожелать огромного терпения и огромной трудоспособности нашему директору. Хочу поздравить ее с датой, Людмилу Викторовну. Конечно, хотелось бы процветания нашему университету, всем выпускникам удачи и роста. А сколькими языками Вы владеете? По диплому, кроме английского, я еще знаю немецкий язык. Ну, так как это совершилось, скажем так, я закончила 2001 год университет, поэтому с немецким языком совсем практически не владею. То есть только русский и английский. Ваш любимый язык? Русский язык. Ваше хобби? Как, наверное, любой представитель лингвистического направления, очень люблю путешествовать, причем не только за рубеж, но и по своей стране, люблю очень республику Хакасию. Любимая цитата? Хочу привести цитату Сергуа Арджинкидзе. У каждой недоработки есть имя, фамилия. Очень часто привожу ее в работе со студентами, аспирантами, которые любят очень переваливать вино на других коллег. Спасибо большое. Сегодня мы беседовали с Воной Квитой Витальевной, заведующей кафедрой иностранных языков для инженерных направлений. Это была программа «Кресло» и ее ведущая Анастасия Астафьева. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok